Апостол Павел Апостол Павелом Тимофеем сказано и для нас. Вот то, что Христос делал, проповедовал и учил, и вот то, что апостолы совершали, проповедовали и учили, это вот так же и заповедана Церковь нашей проповедовать и учить. Что такое Церковь? Да это прежде всего мы с вами. Мы с вами должны понимать, что в нашем лице Церковь призвана к миссии вселенской, проповедовании и катехизации о нашей вере православной, дорогие братья и сестры. И вот в этой связи получается, что мы с вами должны тоже исполнить эту заповедь, которую нам призывает апостол Павел. Мы с вами должны обратить внимание прежде всего на такую важную деталь, что сам Христос обращает слова к Церкви и говорит, идите и научите все народы, и идите и проповедуйте, и благовестуйте о священном Евангелии. Часто ли мы это делаем? Научаемся ли мы этому делаем? К сожалению, не всегда так получается. Мы, обратите внимание, дорогие братья и сестры, что большинство людей, которые приходят в Церковь, мало ли что знают о нашей вере. И сами об этом не знают. И мы, имея этот опыт, или мы, когда приобретаем эти навыки, мы тоже не готовы с кем-то делиться. А ведь в данном случае, обратите внимание, апостол Павел и призывает нас. Мало того, что сами получайте навыки и знания, и еще делитесь с остальными. Ведь сама по себе Церковь к этому и призвана. Многих может, например, смутить, как это так, я в Церкви буду проповедовать и буду учить. Это прерогатива непосредственно священников, компетентных людей. На самом деле, дорогие братья и сестры, этот вопрос касается прежде всего, например, духовного учительства. Да, это непосредственно прерогатива наших священников и наших пастырей. Но что касается непосредственно катехизации, проповеди, это делали всегда миряне. В Церкви много примеров есть, когда непосредственно катехизация, как миссии, выполняли сами миряне. И причем не только мужчины, но и женщины. Многие удивятся и скажут, а как же так, слова апостола Павла, да всякая женщина молчит в Церкви, дорогие братья и сестры. Это касается других вещей. Это когда касается богословских тем. Это когда в данном случае предполагают, что женщина не должна рулить Церковью. Но когда касается вопросов катехизации, у нас есть пример в истории христианства. Существовал такой институт Деконис, когда две женщины конкретно обучали других женщин, проводили катехизацию, изучали священное писание, разбирали священное писание, проводили огласительные беседы и непосредственно осуществляли подготовку участия в Таинстве Крещения. То есть в данном случае участие женщин в катехизации не просто можно, а это нужно, это норма Церкви, дорогие братья и сестры. Еще раз обращаю внимание на слова Господа Иисуса Христа. Он ко всем говорит и обращается к всей Церкви. Идите и научите все народы. Идите и проповедуйте, благовестуйте Святой Евангелие всем, всей твари. И вот в этой связи, дорогие братья и сестры, обратите еще на важную деталь. Мы говорим, что существует определенный церковный кризис, или в данном случае оставляет желать лучшее на сегодняшний день наше гражданское состояние. А задумывались ли вы? Зачастую, а не является это причиной того, что мы сами не желаем получить той или иной навык образования, или в данном случае чему-то научиться. И еще, мало того, что мы еще не желаем научить других. Мы же помним с вами определенные события, которые не так давно произошли в соседнем государстве. Когда националисты захватили храмы православные. И это были крещеные люди. Просто их никто не научил. С ними не говорили о Христе, с ними не разговаривали, не разбирали Священное Писание. Поэтому это все и произошло. А задумывались ли мы с вами о такой ситуации, что Господь на Страшном Суде может задать вопрос. Пасторе может задать вопрос, это была ваша паства. Задать родителям вопрос, а это были ваши дети. И нам с вами задать тот вопрос, это были ваши братья и сестры, с которыми вы не делились знаниями, не хотели этими знаниями поделиться и не говорили о Христе. Но однако же не стоит унывать. Никогда ничего, скажем так, не остается безвыходных ситуаций. Мы с вами всегда можем с чистого листа всегда начать проповедовать. Но прежде всего, прежде чем начать проповедовать, давайте с вами отзовемся на слова апостола Павла. Начнем приобретать необходимые знания о благоуставании Святаго Евангелия. И начнем исполнять заповеди Христовые. Проповедовать, проводить катехизацию, делиться с нашими знаниями, с прихожанами, с теми людьми, которые приходят в церковь, которые присматриваются в церковь. Воцарится в сердцах наших Господь Христос и с Ним Царствует мир и благословение. С воскресным днем, дорогие братья. Священная, небо рождая, Владыщице, святая, Трость невеста, ненебесная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова